Милый котик в шарфике своими руками. Такую поделку смастерили педагоги и воспитатели города вместе с руководителем объединения «Волшебная глина» Дворца детского творчества Галиной Котовой. Участники попробовали свои силы в лепке из глины, в технике девеевской игрушки, в рамках общегородского фестиваля педагогических идей. Мы сегодня хотим попробовать сделать вот таких небольших котиков. Но так как я Котова, Галина Борисовна, конечно, в первый мастер-класс я всегда делаю котиков. Чем знаменита наша девеевская игрушка? Она не раскрашивается, она лепится 2-3 цвета глины. И поэтому она изготавливается, в принципе, легко. Мастер-класс проходил подробно и поэтапно. Галина Борисовна познакомила гостей со всеми нюансами работы с глиной. Рассказала о своих наработках. Педагоги сделали и небольшую физкульт-минутку, чтобы размять руки и немного переключить внимание. Занятие проходило точно по такому же алгоритму, как и для детей. Вот как я с детьми работаю, как я говорю, я точно так же преподаю и взрослым. У меня как-то нет различия, что ребенок, что взрослый. Сама методика мне хочется донести, чтобы взрослые почувствовали легкость работы с этой глиной. Фестиваль педагогических идей объединил учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. В течение ноября на открытых занятиях и мастер-классах участники учатся новым педагогическим наработкам и находкам у победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Так Галина Борисовна Котова стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Цель фестиваля – перенять педагогический опыт и самостоятельно ввести понравившиеся практики в детские коллективы. Данное мероприятие, наверное, станет такой завершающей красивой точкой в рамках года педагога и наставника. Напомним, что 23-й год – это год педагога и наставника, и все самое лучшее, что есть в педагогической среде, конечно, мы показываем, делимся и рассказываем. Делимся мы опытом регулярно, то есть ежегодно на различных площадках, мастер-классах. Но вот так именно собрать под эгиды фестиваля и показать все сразу лучшее, все, что у нас есть, это, наверное, за последний год первый раз такое. 28 ноября педагог Елена Гринёва проведёт на базе ДДТ открытое занятие по программе туристко-краевической направленности.